Работа управляющих компаний в Химках стала центральной темой на оперативном городском совещании, которое из-за пандемии COVID-19 проходит в онлайн-формате. Сейчас для нас является приоритетом уборка территорий в первую очередь, но никто не отменял инвестиционные программы, которые управляющие компании обязаны выполнять на тех домах, где они присутствуют сегодня. Всего в Химках 48 управляющих компаний. Некоторые из них отказываются подключаться к приложению проверки Подмосковья, которое позволяет следить за эффективностью работы частных организаций. По словам главы округа, жители домов все чаще жалуются на коммунальщиков. Те компании, которые отказываются работать сегодня в этом мобильном приложении, явно пытаются что-то скрыть, хотя это является полностью публичной историей. И если не хотят показывать свою работу и отчитываться по ней, то это вдвойне странно и вопросы возникают не только у меня, но и у надзорных органов. Заместитель главы городского округа Химки по вопросам ЖКХ Евгений Акуличев озвучил список лучших и худших управляющих компаний по количеству отработанных заявок и качеству содержания территории. Так в красной зоне оказались компании «Новогорск», «Азбука», «Уюта», «Дубрава», «Дезис», «Сходня», «Пиккомфорт» и многие другие. Многоквартирные дома вместе с платежами управляющие компании забрали себе, а жалобы и проблемы ставили администрации города. Это никуда не годится. Те, кто собирают деньги, именно они и должны обслуживать эти дома, а не администрация работать палкой, которая гоняет эти управляющие компании для того, чтобы они обслуживали те дома, за которые они и так получают деньги. При этом часть управляющих компаний еще и задолжали миллионы рублей ресурсоснабжающим организациям. Их общая сумма задолженности – 413 миллионов рублей. Прошу вас пригласить директоров всех управляющих компаний, которые попали в красную зону, для того, чтобы они вам дали объяснение, почему и от чего они там оказались, и почему они не хотят сегодня сотрудничать и показывать нам все-таки, как они убирают свои дворы. Второй момент, о котором я тоже попрошу вас отправить нашим коллегам, которые трудятся на территории города, прокуратуре, управлению внутренних дел, те управляющие компании, у которых есть сегодня задолженность. Люди деньги заплатили. Почему эти деньги не дошли до адресата? Всего в Химках только 16 управляющих компаний составили инвестиционные программы на 2022 год, в которых указаны работы по ремонту фасада, кровель подъездов, подвалов домов, лифтов и инженерных сетей. Более 30 управляющих компаний не предоставили перечень работ по текущему ремонту. Если кровля не встала в ремонт, значит, ее не надо вообще ремонтировать. Пусть зальет подъезды, пусть, значит, текут трубы, давайте их тоже не будем делать, если они не встали в фонд капитального ремонта. Это же неправильно. Люди ведь деньги отчисляют. Значит, я вам поручаю, вы своей головой отвечаете у меня за эту историю. Пока вы не наведете порядок, поручаю аппарату администрации держать вопрос инвестиционными программами, потому что это жизненно важный вопрос и напрямую касается качества жизни. Дмитрий Волошин распорядился предоставить список всех ремонтных работ в многоквартирных домах Химок, а также подготовить перечень, какая управляющая компания, какие виды работ будет проводить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова